Здравствуйте! Вы смотрите программу «Моя планета» в студии Мария Шматкова. А сегодня у нас в гостях юно-армейцы культурно-досугового центра молодежной сельского поселения Жаворонковское, которые совсем недавно вернулись из похода. А с какой миссией в этот раз ребята ходили в горы, мы сегодня и узнаем. Здравствуйте! Здравствуйте! Дмитрий, рассказывай, какую цель, какие задачи ставил перед вами в этот раз руководитель и как прошел поход? Сам маршрут проходил по местам боевой славы, по Кавказскому хребету. Составлял маршрут не более пяти суток, проводился при помощи Министерства обороны и ДСАА Фаденцовского района. Во время прохождения этого маршрута мы очищали памятники, также отдавали воинские почести с почетным караулом. То есть ваша задача была не просто преодолеть эту дистанцию, а в первую очередь действительно принести пользу? Я считаю это очень важным, даже важнее, чем осилить себя. Дим, какой маршрут прошли и какая была самая высокая точка? Маршрут составлял... Мы поднялись на Индюк, пробыли там день, полазили по горам, потом у нас был маршрут до Симашки. После Симашки мы нашли до двух братьев, спустились до поселения Анастасиевка и вернулись в Топсы. Это твой первый поход или нет? Нет, это мой не первый поход. Вот у ребят как раз таки он был первым. А вот все-таки вот ты, как уже не новичок, вот считаешь то самое главное при подготовке, походу, что нужно взять с собой обязательно? Нужно брать силу воли, потому что без нее никак не пройти этот маршрут, не перетерпеть себя. Ваш руководитель вашего клуба очень серьезно относится к подготовке к подобным походам. Вот сколько времени вы готовились в этот раз и какая основная нагрузка, что отрабатывалось? Так как в горах работают другие мышцы, не как ходить по земле, это разные вещи. Хождение по уклону в 45-90 градусов требовало серьезную нагрузку на ноги. Ну я думаю, для тебя это не составляло труда. А вот было ли трудно ребятам, которые первый раз отправились в горы? Данила, это твой первый поход. Вот каким он был, с какими, возможно, трудностями тебе пришлось столкнуться? Ну как первый раз я новичок в этом деле. То, что тем более еще в горы ходили, так и вообще не ходил в поход. И трудности, конечно, были, но и была подготовка у нас для этого. Первая воздушность, это была гора Индюк, и там мы строили привал на два дня. После этого уже был долгий поход у нас, больше, чем остальные. Это был долгий, тяжелый поход. Вот, и мы поднимались на горы Семашка. Она была на высоте на 1500-м дурнем море. Когда первый раз мы уже сходили на Индюк, мы шли по простой дороге, по прощелочной дороге. И уже там было сложно, как нести рюкзак, это уже ощущается на тебе. После, как мы прошли по простой дороге, мы начали подниматься вверх, над градусов где-то там 80-75. И это уже не оставляло больших усилий. Мы поднялись и уже там устроили привал. Наверное, для тебя было не так просто собрать рюкзак, потому что, может быть, хотелось взять с собой гораздо больше вещей. Ведь ты первый раз в походе. Вот это была и проблема, то, что я взял много вещей, и это была большая ошибка для меня. То есть, Данила, что взял с собой в поход, что не просто не понадобилось, а только, ну, серьезно стало, создавало трудности? Ну, как бы для меня то, что... Что взял? Что взял не то? Ну, спальный мешок и некоторую еду. То есть, ты побоялся, что проголодаешься, да, и решил немножечко увеличить свой стратегический запас? Так оно и есть. Насколько перевесил весь твой ДОП-набор рюкзак? Сколько пришлось нести на плечах? Ну, если по килограммам считать, то приблизительно 30-20 килограмм нанести рюкзак. А так можно было бы нести вообще на простоте, это на легке, как говорится. В следующий раз, когда отправишься в поход, уже как будешь подходить к сбору именно рюкзака? Ну, самое нужное возьму, то, что для меня уже необходимо. Твой совет новичкам. Те, кто планирует отправиться не только в горы, да, все-таки для горы нужна подготовка, а в обычный поход. Что самое важное должно быть в рюкзаке? Ну, поход, обычный поход и поход в горы, это разные вещи, как бы, по-моему, если считать. Ну, конечно. Ну, именно когда ты знаешь, что там будет прохладно, и нужно, конечно, для себя набрать спальник. Ну, когда уже температура, как говорится, нам сказали, то, что плюс 15 градусов, это уже, ну, спальник там для этого вообще не нужен. И поменьше надо еды собрать. Ну, самое нужное, которое еду, мясо, это было сухопаек. Сухопаек. Где завершился ваш маршрут, и, может быть, были еще помимо перевеса рюкзака трудности в походе, конкретно для тебя? Для меня это, ну, то, что самое трудное, это была дорога. То, что уставали ноги, и это, у которых мышцы у нас были не развиты. Конечно, это очень, нагрузка была сильная. Но постепенно, постепенно мы осваивали это, и уже под конец было легко идти. Данил, что почувствовал, когда поднялся на вершину? Вот самое первое увидел, прекрасный пейзаж. Ну, конечно, да. Это, конечно, то, что когда-то поднялся на первую вершину свою и посмотрел, как у тебя открывается, как бы, считай, весь мир. И это, конечно, непредаваемое ощущение, как бы, это нельзя передать в телевидение. Это надо рассказывать там лично как-то. Ну, наверное, это нужно отправиться в горы, подняться на вершину, только тогда, возможно, ощутить все то, что испытал ты. Абсолютно верно. Но ты как считаешь, все-таки интересно ходить в горы? Да, это очень интересно, конечно. Конечно, это, по мне, даже лучше всего любого там похода какого-либо. Горы, это даже там можно и жить, остаться. А если положить на чашу весов, с одной стороны, поездку на море с родителями, с друзьями, а с другой стороны, поход в горы с товарищами? Ну, например, в летний период. Ну, или в зимний, в принципе, это не так важно. Чтобы я бы выбрал? Да. Наверное, все-таки горы. Данил, для тебя это тоже первый поход, ты тоже новичок, но рассказывай, как он прошел для тебя, какие ощущения, какие эмоции испытал именно ты? Ну, после первого подъема у меня уже сразу забились ноги, ну, потом мы сделали привал, отдохнули, ну, пошли дальше. Как бы я уже, ну, со временем привыкаешь, уже не так уж трудно идти. Ну, конечно, если плохо подготовишь рюкзак, то вообще, ну, невозможно будет его поднять. Если он получится там круглым каким-нибудь, это очень трудно будет. А если ты его правильно соберешь, чем мы занимались, то все будет нормально. То есть, мы два месяца готовились к этому где-то, каждую субботу собирались, занимались, ну, ставили палатки, учились правильно их ставить. Собирали рюкзаки, там, это, занимались топографией. Ну, в принципе, это помогло, то немного легче было в горах. Стоит ли, возможно, вот всем ребятам, которые примерно вашего возраста, отправляться в горы и как-то попробовать себя, свои силы? Потому что сейчас, конечно, дети немного другими вещами в большей степени увлекаются и привыкли посещать какие-то страны или города, но все-таки в туристическом амплуа. Как туристы? Конечно, стоит туда ехать, потому что там взаимовыручка, потому что там ни родителей нет, только вот товарищи твои, которые тебе и мама, и папа, и это. Я советую каждому туда поехать, потому что там очень красиво, свежий воздух, чистая вода всегда и так далее. Были ли трудности или неожиданности в этом походе? Да, трудности были, но даже не трудности, а страх. Когда мы находились рядом с поселком Анастасиевка, ночью к нам пробрались волки. Настоящие? Ну, знаете, со страхом как-то не определить, настоящие или нет. Их было трое, как мы точно по звуку поняли. Дали очередь в воздух, чтобы как-то напугать, так как животные боятся пороха. Ну и потом все уже не спали, все боялись зайти в палатку, чтобы не было никаких эксцессов. Впервые на твоей памяти, когда волки выходят и находятся так близко к лагерю? На моей памяти не впервые. Также до нас ребята ходили в горы, они вообще встречали медведей. Вы представляете, хотите покушать земляники? И тут вы видите перед собой медведя. То есть страх пробирает до костей. Ну, тем не менее, вот для этого и нужна, наверное, подготовка к таким походам, потому что там говорят, как себя правильно вести и что необходимо делать. Потому что мне кажется, что неподготовленный человек, а уж тем более подросток, совершенно не сможет совладать и со своими эмоциями в первую очередь, да, и как-то выйти из этой ситуации, чтобы не навредить в первую очередь себе. Да, подготовка обязательно нужна перед походом. И что вам говорит ваш руководитель? То есть вот какие основные правила безопасности, правила поведения в горах? Ну, перед тем, как подниматься, нам еще раз объяснили инструктаж, что, как, зачем, почему. И что делать, если ты встретил хищника в лесу? И что делать, если встретил хищника в лесу? Бежать вниз. Это если вы встретили медведя. Если вы встретили волка, то стрелять в воздух. Ну, все животные боятся пороха или запаха костра, так что ночью без костра оставаться никак нельзя. Что для тебя вот этот момент, когда ты стоишь на вершине? Смотря на какой. Если на самой высокой, это гора Симашка, после тяжелого подъема в 45-50 градусов, ты поднимаешься, поднимаешь голову, смотришь на небо, удивляешься, как красиво. Ни одного облака нету. Потом смотришь по сторонам, ты понимаешь, что ты дошел. Очень много эмоций, страх, радость. И хорошие, и плохие. Это словами не описать. Но все-таки это нужно делать. Это обязательно нужно сделать всем и каждому. Когда человек не понимает, что перед ним опасность, он ведет себя естественно, однотипно и думает, что ничего не произойдет, так как он может в любой момент убежать. А когда ты поднимаешься в горы и понимаешь, что сбежать ты не сможешь, уйти ты не сможешь, потому что не знаешь, куда приходится начинать дружить, начинать общаться, начинать делиться. И вот тут раскрывается человеческий характер. Сможет ли он выжить или не сможет, или сможет правильно войти в команду или нет. Ну вы все стали одной сплоченной командой. Вы от точки А дошли до точки Б, вернулись целыми и невредимыми. И не просто прошли этот маршрут, но еще провели огромное количество памятных мероприятий. Какие именно, Дим? Сам маршрут составлял или проходился даже по местам боевой славы, по Прингорию Кавказа. Мы выставляли почетный караул, убирали памятники. Перед походом на Кавказ нам вручили юно-армейский флаг, который был на Северном полюсе. И также теперь побывал на Кавказе. Данила, вот расскажи о присвоении вашему клубу имени Героев России. Так оно и есть. В наших школах и в нашем клубе будет присвоиться имя Героев России. Это Головашкин и Маринков. Нашему клубу Вяча будет присвоено имя Героя России Маринкова Игоря Валерьевича. Он родился 9 мая 1975 года. С детства мечтал о воинской службе и защите Отечества. И в 2006 году реализовал свою мечту, поступил в служить в управление А. В 2016 году погиб при выполнении оперативно-боевых мероприятиях. У нас это большая честь носить его имя. Я расскажу про Головашкина Александра Николаевича. Значит, он является жителем Одинцовского района. 12 мая 2007 года принимал участие на Кавказе, возглавлял группу, значит, получил множественные ранения, после чего получил звание Героя Российской Федерации. 20 февраля нашим клубом Жаворонковского поселения Ликинской школе и Жаворонковской школе будет вручаться флаг с именем Героя России Головашкина Александра Николаевича. Ребят, спасибо огромное, что нашли время. Пришли сегодня в нашу студию, рассказали о своем походе, рассказали о том, чем живет ваш клуб Вятичи. Я думаю, что для наших телезрителей это было очень интересно и увлекательно. И в самое ближайшее время они обязательно к вам присоединятся, потому что мне кажется, что многим захочется испытать те же самые чувства и побывать в горах Кавказа. Спасибо вам, вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова